Приветствую вас на канале в гостях у заводчика Корги воплощение мечты и наша рубрика Таро Гороскоп. Добрались мы с вами до рыб. Добрались наконец-то. Итак, рыбы. Рыбы июнь месяц 2022 года. Ну, вкратце о рыбах. Рыбы знак воды и, соответственно, нестабильный, переменчивый, такой тонкий, мечтательный, иногда флегматичный, но в то же время они, знаете, такие приспосабливающиеся, гибкие. И я вам хочу сказать, вы знаете, как из жизненного опыта моего, рыбы-женщины, они такие, вы знаете, вот вроде бы она такая, вот такая, знаете, вся такая тонкая, нежная, но на самом деле рыба-женщина четко понимает, чего она хочет и может добиваться своих целей. Вот так, знаете, гибко-гибко и к своей цели идет. А вот рыбы-мужчины бывают несколько инфантильны. Они могут себе там придумывать, мечтать о чем-то, но не доводить эти мечты до реальности. Вот, хотя я вам хочу сказать, что мало кто, кроме рыб, имеет такое чувство прекрасного. Рыбы-модники, рыбы умеют тонко чувствовать, значит, что модно, что тебе идет. Они всегда классно одеваются и, знаете, подберут не только себе стиль, но еще и всем окружающим, да, главное их только попросить об этом. Ну, что вам сказать о рыбах? К сожалению, рыбы могут подать в уныние и в легко, знаете, и в депрессию. Вот им главное не поддаваться вот этому чувству, знаете, что все, все пропало, все пропало. Рыбы, ничего не пропало, спокойно. Вот у них есть такой, знаете, пессимизм такой. Не пессимиздите, рыбы, не пессимиздите, так и хочется им сказать. Ну, романтики, мечтатели, фантазеры, вот это рыбы, конечно. С трудолюбием у них все прекрасно, они трудолюбивы, но если им дать задание, вот им дашь задание, они его делают прекрасно. Самим же занимать руководящие должности им сложно. Ну, это, знаете, не созданы они для того, чтобы командовать. Как-то у них с этим не очень получается. Ну, вы знаете, как говорится, нет знаков хороших или знаков плохих. Все знаки прекрасны по-своему. Из моего жизненного опыта мне рыбы встречались несколько вариантов. Я вам хочу сказать, они все хорошие. Вот хорошие люди, хорошие люди. Но, вы знаете, как-то вот хочется им иногда, знаете, так поддать, сказать, давай уже ты шевелись, что ж ты, не опускай руки. Знаете, вот так хочется их подстегнуть. Ну, давай, держись, все будет хорошо. Вот у них как-то, а шо ж, а шо ж, вот это шо ж делать, вот такое вот у них есть. Ну, или это было только у моих знакомых такое. Не знаю, рыбы, у вас есть вот такое чувство? Все пропало. Как-то, ну, мне льву сложно, вот с рыбами сложно. Хотя женщины, вот они, да, рыбы более-таки, более продуманы. А у мужчин просто, ну, 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 тюлька и все. Да что ж такое, а? Ну, вот так. Вот такое у меня ощущение о рыбах. Рыбы без обид. Ну, что ж. Наслаждайтесь, наслаждайтесь своими фантазиями, мечтами. Вот, и какими-то иллюзиями. Пожалуйста, вам это нужно для вашего гармоничного существования. А в июне, я надеюсь, вас ожидают самые-самые прекрасные события. Давайте же посмотрим, какие именно. Какие именно. Знаете, рыбы должны мечтать. А вот, например, овны или тельцы воплощать мечты рыб. Вот тогда все будет хорошо, потому что рыбы умеют мечтать. Они такие мечтатели-мечтатели. Намечтают. А как делать, так и... Ой. Что ж рыб? Ну, нет у них рук плавники. Что ж они могут сделать? Ну, вот не получается у них зачастую. Вот знак такой. Но зато они умеют мечтать. Так, что у них в июне? В июне... О, только поговорила. Только поговорила. Рыбы, вы меня заблокируете, наверное. Вы меня, наверное, заблокируете. Удалитесь с ютуба. Сначала я про вас тут нарассказывала правду, между прочим. А сейчас еще скажу, что июнь у вас будет не из легких. К сожалению, не из легких. Вы, конечно, будете в ожидании результатов каких-то начатых своих дел. Но вы знаете, дела эти будут идти туговато. К сожалению, вот вы ждете-ждете. Оно идет туго, не так, как вы планируете. Да, вот что-то так с натяжкой оно идет. Что-то там, какие-то идеи не получаются. Получаются что-то там, настроение не очень. И под луной, понимаете, есть какие-то опасения. Песемиздите, в общем, вы, рыбы. Песемиздите. Что-то вы не в духе будете в июне. Мне это не нравится. Вот мне это не нравится. Сейчас надо вам еще карту достать. Прямо что-то такое. О, другое дело, смотрите. Другое дело. Зато финансово у вас будет хороший месяц. Вот. Хороший месяц. У вас еще могут быть свидания какие-то, интересные встречи. Вы можете заключать какие-то сделки, договора, что-то такое. Но будьте осторожны, чтобы вас никто не обманул. Или вы в ком-то не обманулись. Либо вы не столкнулись с какими-то аферистами. Потому что мало того, что вы тут пессемиздите в июне, так у вас еще, видите, и луна, вместе с семеркой, вместе. Это прям такое, знаете, прямое показание на то, что следует опасаться каких-то аферистов и обманов. Так что, ну, поосторожнее. Прямо вот все, все проверяйте. Все проверяйте. Прежде чем подписать, 10 раз прочитайте. Все, что маленьким шрифтом пишется в каких-то договорах, все перечитайте 3 раза с лупой. Вот. Поэтому так внимательно. И тогда десятка пентаклей не замедлит проявиться в вас в жизни в июне. А десятка пентаклей – это праздник. Это воплощение желаний. Это какая-то удача большая. Это какие-то доходы. Это когда вы получаете то, что заслужили. Смотрите, видите, с одной стороны что-то задуманное у вас как бы не получается, да? А с другой стороны, видите, рыбы. Что-то не получилось, а что-то прям сыпется на голову. Прям вот класс. Вот тут рыбы. Вот рыбы. Тут у них не выходит, а тут бац. И бать их осыпала просто монетами. Я вам хочу сказать, что рыб Бог любит. Вот любит, правда. Я замечала. Есть у меня знакомый рыба. Так вот он такой, знаете, ну, не хочет он добиваться своих целей. Ну, он инфантильный. Ну, вот что есть, то есть. Но вы знаете, ему везет. Ну, вот везет ему, его прям вот, вот Бог его любит и бережет. Так что вот у вас такой есть рыбы. Так что пусть вас Боженька любит и бережет. Вот. Но вы все равно на Бога надеетесь, но сами же не плашайте. Не плашайте все равно. Ну, потверже. Ну, хотя, может, вам оно и не надо, правда? Еще мне, львице, рассуждать о рыбах. Я ж не могу влезть в вашу шкуру, правильно? Умничаю, тут сижу. Рыбы, рыбы. Да рыбы они. Рыбы. Правильно? Вот так вот. То есть, ну, рыбы. Живите так, как вы можете, как вы умеете, как вам хорошо. Вот так надо, правильно? И нечего всех подряд слушать. А в месяц июня у вас будет замечательный, замечательный. Но поосторожней с разными аферистами. Поосторожней. Люблю, целую. Всегда жду в гости. Расклад гороскопы на июнь месяц мы закончили с вами. Расклад мы сделали и для Украины в целом. Ну, что ж, думаю, я все свои обещания выполнила. Следующий у нас июль. Ну, июль будет, конечно же, я думаю, приятнее для всех знаков. Вот для всех. Потому что я уже отдохну, наберусь сил, буду в хорошем настроении, свисти и пахнуть. Вы же понимаете, какие пойдут гороскопы. Это же загляденье будет просто, а не гороскоп. Так что все ждем июля. Все ждем. До новых встреч, мои хорошие. До новых встреч.